Субтитры создавал DimaTorzok Дыши, дыши, дыши. Давай, зайка, давай, дыши. Олег Романович, давай, дыши, дыши. Давай, 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 собралась. Олег Романович, я больше не могу. Так ты не можешь, ты можешь. Нет, я от тебя умру, ты мне роди сначала. Молодец, давай, давай, еще немножечко. Давай, вдох, выдох. Все будет хорошо, все будет хорошо, все будет хорошо, все будет хорошо. Эля, сядь, успокойся. От того, что ты мечешься, ничего не изменится. Как ты можешь быть таким безразличным? Вот почему ты не настоял на нашем присутствии? И вообще, лучше было остаться дома. Тише. Почему она замолчала? Может, родила? Может, родила? Тогда б ребенок закричал. О, Господи. Все, все, успокойся. Ну, слышишь? Рожает. Нет. Так, давай, солнышко, старайся, молодец. Олег Романович, надо кисарить. Ребенок задохнулся, может, и она тоже. Губни под руку, Рай, а? Не спать, не спать, не спать нельзя. Ты не стараешься, надо стараться. Давай, давай, молодец. Я все больше не могу. Готовь операционную. Вот это все, ты ее больше слушай. Ну, и пусть говорит, а ты стой на своем. Иначе сядет на шею и не слезет. Молодик, что у нас там с моделями? Вот, отобрал самый лучший. Алиса идет. Это что за агентка? Тёмные ночи. Господи, Боже мой, а кто же они берут эти названия? Можно с ума сойти. Владик, вот скажи мне, а ты мне продолжаешь, да, подсовывать своих новых подружек, а? Алиса, клянусь. Держи. Ты, откуда взялось триста метров зеленого кашемира по цене бриллианта? Кто получал ткань на фабрике? Наш завпроизводство Мармен Каримович. Я только докладные передал. Прекрасно. Дом модели Алисы Фокс, я вас слушаю. Ты, почему до сих пор не забрала эскизу Никитской? Она сказала, ей нужен еще день. Она немножко занята, подождите секунду. Если ты мне сорвешь сроки, я тебя четвертую. Понятно? Это, кстати, всех касается. Распустились. Алиса, вам звонят из клиники по поводу Светловой. Давай скорей. Иди работай. Алло. Да, я вас слушаю. Я же вас просила позвонить сразу, как только роды начнутся. Почему вы мне не позвонили вчера? И как она? Да, понятно. Понятно. Я... Да, я сейчас выезжаю. Где Виталик? Кофе пошел выпить. Кофе? Найди его и скажи, чтобы пулей в машину. Пулей. Мне срочно нужно в клинику. Какой он маленький, господи. 4,200. Богатырь. Ой, смотри, Борь. Смотри, как скидывает. Сыночек мой маленький. Ну, здравствуй, сын. Тише, Борь, разбудишь. Я рекомендовал бы на три дня мальчика оставить в клинике. А что, с ним что-то не так? Нет, нет, с ним все в порядке. Ну, просто это общепринятая практика. А, нет, нет, доктор. Мы хотели его сегодня забрать. У нас все готово. Мы уже наняли кормилицу и детского врача. Ну, что ж, тогда вы имеете полное право. Ну, так надо будет расписку составить, ну, чисто формально. А, хорошо, хорошо. Боря, иди заводи машину, не вздумай курить в салоне. Ну, тогда ребенка переперенать нужно. А, спасибо. Ты мой маленький. Сыночек мой. Маленький. Сейчас поедешь домой с мамой и с папой. Не могу. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо. Все, дальше я сама. Спасибо. Тихо. Ты мой хороший. Мой мой папа. Настю увидеть не хотите? Нет, доктор, не сейчас. Мы ее потом навестим. Ну, привет, моя дорогая. Привет. Как ты? Нормально. Нормально? И это ты считаешь нормальным? Просто роды были тяжелые. Чуть не умерла. Я тебе сто раз говорила. Настя, ну, объясни мне. Ну, на кой черт тебе все это нужно, а? Алис, ну, не начинай. Ну, ты сама же все знаешь. Да я не знаю. Ну, первый раз хорошо, тебе были нужны деньги. А потом? Ну, деньги, если ты помнишь, были нужны не только мне. Кто-то на них офис снял и материал закупил. Я помню. А если ты помнишь, я тебя сто раз звала пойти ко мне. Я бы тебя отправила на курсы, и ты бы сейчас сидела у меня тихо, спокойно. И считала бы смету. Нет. Ну, вот зачем тебе было еще четыре раза рожать, а? Настя, это что, такой изощренный способ самоубийства, или что? Просто в этот раз ребенок был очень крупным. Просто, Настя, ты себя чуть не угробила. Вообще все, что происходит в этой клинике, это уголовно наказуемо. Алис, не кричи, пожалуйста. Да, пожалуйста. Зла не хватает. Ладно, в девяносто пятом этот Коновал пригласил в программу бездетную девушку. Ладно, бардак в стране, полный беспредел, никто ни за что не отвечает, ладно. Ну, сейчас ты что? Значит так, если ты не прекратишь себя убивать, я возьму все в свои руки. И этот твой, как его там, Олег Романович, ответит у меня по полной. Почему у него, у суррогатной матери нет собственного ребенка? На. Спасибо. Слушай, не надо, чтобы кто-то за что-то отвечал. Я уже сама все решила. Хочу своего ребенка. Мальчика хочу. Ты серьезно? А от кого? У тебя что, есть кто-то? Ну, пока нет. Найду. Найдешь, Настя? Где? У тебя же никогда не было личной жизни. У тебя, по-моему, ее тоже немного. Ну, допустим. Но в отличие от тебя, я кое-чего добилась. И считаю, что это лучше, чем быть просто инкубатором. Уходи. Тебе слово не понравилось? Ну, извини, зато правда. Забирай свою клубнику и убирайся отсюда, чтобы я тебя больше не видела. Ну, да пожалуйста. Ну, знаешь, придешь в себя, позвонишь. Уходи, я не хочу тебя больше видеть. Да кому ты нужна-то, кроме меня, а? Идиотка. Ты зачем на пол подавишь? Не получилось. А что не делаешь бабочку? Давай я тебе покажу, как надо. Отдай их. Отдай их. Тебя никто не просит, ничего показывает. Настя сама все умеет. Иди отсюда. Вольно надо было. Спасибо, Алиса. Не за что. У вас все в порядке? Эй, мелкотняк, вам идут дочку выбирать. Течка и дядька с усами. Галина ведет. Белкин, во-первых, не Галина, а Галина Ильинична. Во-вторых, почему ты не на уроках? Ну-ка быстро на уроки. Настя, ты куда? Настя, ну а ты куда? Малая, ты куда? Смотри, исполкнешься. Настя, колбаса на веревочке. Смотри, а сап. Танечка, а сколько ж тебе годиков? Шесть. Шесть годиков уже? А ты буковки уже знаешь? Все знаю. Миша, представляешь, она даже все буквы уже знает. А еще я знаю наизусть стихотворение. Ты ведь нам его расскажешь, правда? Танечка, давай, прочитай нам стихотворение. У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том, и днем, и ночью кот ученый. Все ходят по цепи кругом, пойдет на... Потерялась я игрушка, звали куклу Кат. Мне в сказке говорит, там глубое платье, там где она всегда... Там леша бродит. Я ее не обижала, а она ушла. Привет, Настенька, привет, привет. Я к вам. Ко мне? Ну, давай, давай. Мама пришла сказать спасибо за все. И еще, я решила, что больше не буду этим заниматься. Все. Вот это правильно. Молодец, я давно тебе это говорил. Вот и правильно. Держи. Спасибо. Теперь только для себя. В смысле? Олег Романович, я, когда рожала этого малыша, впервые почувствовала себя мамой. По-настоящему, понимаете? Я хочу своего ребенка. Но у меня никого сейчас нет. Ну, в смысле мужчины. В общем, мне нужен донор. А я знаю, что у вас в клинике это возможно сделать. Слушай, ну, зачем тебе донор? Ты, ты молодая, красивая девушка. Ну, встретишь еще кого-то. Ну, встретишь человека. И у вас будет же естественным путем произойдет. Ну, зачем тебе донор-то? Нет, ну, конечно, когда-нибудь встречу. Но я хочу сейчас. Не надо торопиться. Надо хорошенько все обдумывать. Я уже все обдумала. Нет, ты не обдумала. Ты все просто втемяшила себе в голову. Зачем, непонятно, тебе это нужно? Олег Романович, я все равно это сделаю. Не у вас в клинике, так в другом месте. У меня деньги есть. Дело не в деньгах. Тебе просто нельзя какое-то время беременеть. Сколько? Полгода, год? Последние роды были с осложнениями. Но тебе нужно отдохнуть. Ну, хорошо, я готова подождать. Главное, что у меня будет свой ребенок. Настя, у тебя больше не будет детей. Поверь, я делал все, что мог, но в организме произошел сбой. Плюс он слишком крупный плод. Вот. Вот. Компенсация. За моральный ущерб. Ты можешь несколько лет не работать. Ну, съезди там, отдохни. Понимаете, кругосцентное путешествие. Развейся. Развейся. Когда пятнадцать лет назад я брал тебя в программу. Я рисковал. И ради тебя тоже. Ты получала деньги. Хорошие деньги. Ну, что делать? Ну, никто не виноват здесь. Такое бывает. Слушай, Ирина, ну, хочешь, я дам еще денег? Сколько ты хочешь? Я сделал все правильно. Я спрашиваю и тебе, и ребенку. ! КОНЕ China ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пройдет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сколько раз я говорила, давай машину поменяем. Что, опять толкать будем? Надо будет, потолкаем. Делай, что хочешь, я из машины не выйду. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Страшно? Главное, не думать ни о чем, просто шагнуть и вниз не смотреть. Ты так говоришь, как будто каждый день прыгаешь. С моста первый раз. Зачем? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я потерял жену. Умерла? Погибла в автокатастрофе. Торопилась ко мне в больницу, в которую я попал с банальным братхитом. Но ты же не виноват. Я любил ее. Да я и сейчас люблю ее. Знаешь, когда увидел ее в первый раз, то почувствовал, что это навсегда. А теперь, когда ее не стало, просто понял, что не могу жить без нее. Не могу. А ты у тебя что? А я родила пятерых детей. Скольких? Пятерых. Я суррогатная мать. А теперь больше не могу иметь детей. Последние роды были очень тяжелые. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что, эвакуатор будешь вызывать? Там самоубийца на мосту. Не знаю, надо скорую милицию, спасательную службу какую-нибудь. Ты с ума сошел? Не надо никому звонить. А у меня вообще никого нет. Мама умерла, папа бросил нас. Еще до моего рождения. Сестер нет, братьев нету. И главное, что нет ее. У меня никого нет. Я в детдоме росла. Как это у тебя никого нет? У тебя пятеро детей. Смеешься, что ли? Мне их после родов даже не показывали. Такое условие контракта. Да какая разница? Так или иначе, ты их мать, ты им жизнь дала. И неужели тебе не любопытно, как у них там жизнь складывается, как они живут? Хотя, извини, это вообще не мое дело. И мы сюда не за этим пришли. Ты готова? Подожди. Сейчас я сосчитаю до десяти. Раз, два, три, четыре. Чего же они не прыгают-то? Ребят, ну чего вы телите? Сейчас же ведь телефон разрядится. Ну вот, разрядился. Как я теперь эвакуатор вызову? Лузер. Подожди, ну мне же никто их не даст увидеть, не то что разговаривать с ними. Да что говорить об этом, если мы решили? Или ты передумала? Настя, подожди. Слушай, мы же даже не познакомились. Я Настя. Антон. Антон, то, что произошло с тобой, это страшно. Я понимаю, что тебе обидно, досадно, но... Досадно? Досадно это когда ты к лифту подходишь, а его кто-то вызвал за мгновение до тебя. А я потерял единственного любимого человека. И с тех пор моя жизнь, она разделилась на две части. До и после. И вот после там пустота, там ничего нет. А у тебя-то есть шанс, ты еще можешь увидеть своих детей. Антон, 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 держись. Антон, я сейчас. Черт. Антон, слушай. Антон, дай руку. Слышишь? Руку. Антон, Антон, держись. Гарриц. Бери малину. Очень хорошо. Помогает от простуды. Странный ты человек. Час назад чуть с собой не покончил, а сейчас о здоровье беспокоишься. Конечно. Нам столько еще нужно вместе успеть сделать. Нам? А я-то тут при чем? Мы с тобой не на форуме совместных путешествий познакомились. Да. Прости. Конечно, я понимаю. Просто я сама не справлюсь. Помоги мне, пожалуйста. Ладно, помогу. Я как раз, видишь ли, отпуск взял на работе бессрочный. А кем ты работаешь? Ну так, что-то вроде по связям со общественностью. Слушай, а ты это все сама сделала? Да. Я с детства увлекаюсь оригами. Просто я раньше не знала, как это называется. Очень нервы успокаивает. Это ведь тоже из бумаги? Круто. Слушай, а как мы их найдем? Ну, при помощи Ганимала Виктора. Кого? Врача твоего. Не говори так. Он очень хороший. Просто мне не повезло. Ты думаешь, он станет нам помогать? Не станет. Скажи, а данные на биологических родителей где хранятся? В моей карте. А карта где? Когда я прихожу на консультацию, всегда на столе лежит. А семья у него есть? Жена, дети. Да, жена и сын. Семнадцать лет, кажется. А как сын зовут? Никита, а зачем тебе? А Никита часто в клинику приходит? Ну, я его никогда не видела. Ты что-то придумал? Утром. Давай все утром. Утром и вечером утреннее. Антон. Антон, подожди. Не уходи, пожалуйста. Я тебе на диване постелю. Клиника профессора Назарова, слушаю вас. Здравствуйте, Настя. Как вы себя чувствуете? Вот и слава богу. Я бы с радостью вам помогла, но, к сожалению, у Олега Романовича сегодня весь день уже расписано по минутам. Завтра? Ну, завтра тоже. Ой, подождите. А сегодня на десять часов отменилась пациентка. Так что, если вы успеете, через полчаса подъезжайте. Хорошо. Хорошо. Аня, здравствуйте. Доброе утро. Олег Романович? Да, да. На десять часов Лисовская отменилась, и я записала Настю Светлова. Что записала? Ну, она позвонила, попросилась к вам на прием, и... Я же просил, все изменения со мной согласуют, но... Ну, у вас же не было. А, ну... Будь внимательна в следующий раз, ладно? Хорошо, извините, пожалуйста. Ну что, с богом? А если он... Да, не волнуйся ты так. У тебя все получится. Ладно. Я пошла. Поехали. Поехали. Так. Да, давай, идите. Здравствуйте, Олега Романовича. Проходи, проходи, садись. Олег Романович, я хочу, чтобы вы меня вылечили. Вы должны меня вылечить. Ну, успокойся. Вы должны, вы не можете меня бросить вот так. Настя, ну не заводись, давай нормально с тобой, спокойно обо всем поговорим, как взрослые, серьезные люди. Олег Романович, там в регистратору звонит ваш сан, говорит, что его забрали в милицию, отняли мобильный, угрожают. Вообще ужас какой-то, пойдемте скорее. Сейчас, Настя, извини. Сейчас я. Алло, алло, да. Алло, 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 вас не слышно, алло. Никита, тебя не слышно, алло. Алло. Почему же перезвонят? Сейчас, подожди. Ну, если позвонит, переведи меня на мобильный сразу же, тебе звонок сразу на мой мобильный, хорошо? Я тебя прошу, давай. Черт знает что. Вообще ничего не понимаю. Ничего не понимаю. Что случилось? Да почему-то, пока бежал, там отключились на том конце провода. Алло, Никита, Никита. Подожди, ты где сейчас? В университете? Почему университете? Мне только что звонили из милиции, сказали, что ты у них. Это самое, что? Точно в университете? Никита, значит, я... Ладно, дома поговорим. Придем домой, поговорим. Все, давай. Пока. Сыночек. Настя. Настюш, ну слушай, я все понимаю, это ужасно. Я твою трагедию переживаю просто как свою. Я тебя знаю 15 лет, поверь. Ну, так бывает, Настя. Тут я сделал все, что мог. Голова раскалывается. Дайте таблетку. Сейчас, сейчас. Сотни тысяч женщин не могут иметь детей. И ничего, они живут и радуются жизни, потому что в жизни есть много других радостей. Настенька, давай, держи. Спасибо. Пожалуйста. Это отвлечься и поехать куда-нибудь, ну, как-то развеяться. Отвлечься от чего? От жизни? Извините. Олег Романович, там Самолова пришла. На 10.30 записано. Сейчас, я... Подожди. Настя! За пятерки в четверти мне купить велосипеды. Я стану... Ну как? Ах, ты умница. Молодец. 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 Так, напомните, сколько у вас было попыток экстракорпорального оплодотворения? Девять. Вы можете, говорит, заплатим суррогатной матери, будет у нас маленький. Так уж хочется. С мальчиком из такой, особой семьи такой, прямо скажем, неблагополучной. Вы снимите квартиру, если это будет многородняя мама, и будете встречаться очень чудненько на нейтральной территории. Естественно, все нюансы ваших взаимоотношений будут договорены в контракте. Ну, а информация о вас с мужем, она у нас абсолютно строго конфиденциальная, и никто не будет знать. Минуточку. Сейчас извините. Продолжение следует... Здравствуйте. Меня нет дома. Оставьте, пожалуйста, сообщение после сигнала. Настя, возьми трубку. Настя, я знаю, что ты дома. Настя! Нам нужно поговорить. То, что ты задумала, неправильно. Ты сделаешь только хуже и мне, и себе. Настя, милая, верни, пожалуйста, то, что ты взяла. Настя, ответь, я тебя прошу. Нам нужно поговорить. Ты сделаешь только хуже и мне... Привет. А ты чего так долго не открываешь? Я думала, что это не ты. По кто? Олег Романович узнал про вырванные страницы. Ага. И что? И звонит мне. Я трубку не беру. Уже пять сообщений оставил на автоответчике. А ты не бойся. Он ничего не сделает. Слушай... Ему это невыгодно. А давай я ему объясню, что я не хочу ни с кем встречаться. Ну что, я просто хочу посмотреть на детей. Что мне это нужно. Не надо никому ничего объяснять. Все будет хорошо. Я тебе обещаю. А почему ты меня не спрашиваешь, есть ли у меня новости? А что, есть? Здесь все твои дети. Ну, что, с кого начнем? Может быть, со старшей? Калиниченко Марина Юрьевна, 15 лет. Учится в девятом классе, лицея номер 178. Хорошо учится, любит петь, отлично рисует. Откуда ты все узнал? У меня много друзей. Ну что, поедем завтра смотреть Марину? Хорошо. Поедем, только знаешь, что нужно придумать какой-нибудь убедительный повод. Какой повод? Ну, как какой повод? Мы же не будем там стоять и подпирать стенки лица и ждать, пока она выйдет. Нужно же проникнуть в класс. А давай ты представишься ассистентом по актерам с какой-нибудь киностудии и скажешь, что ты ищешь детей для фильма или телевизионного шоу. Сейчас это модно. Слушай, а врать обязательно? Нет, не обязательно. Ты можешь зайти в класс и сказать, здравствуйте, дети. Я суррогатная мать, Марина Калиниченко. Кто из вас, Марина, девочки? Извини, пожалуйста. Подожди, извини. Ну, просто я не придумал ничего подходящего. Если ты хочешь, ты можешь придумать свое. Хорошо, я подумаю. Не бойся. Все будет хорошо. Я буду рядом. А если ее сегодня не будет? Да, будет она. Куда денется? Ну, а может, Элина врет? Да нет, не думаю. Сказала, что прям нос к носу ухидела. Тогда этой године конец. Тихо. Вон она идет. У нее через 10 минут урок английского. А надо прийти заранее, переговорить с училкой. Говорить буду я. Нет. Что нет? Я пойду сама. Что это вдруг? Не вдруг. Антон, спасибо тебе за помощь, но мне так будет легче, понимаешь? Ладно. Хорошо, я буду ждать тебя в машине. Спасибо. Если я тебя еще раз вижу рядом с Ромкой, я тебя уберу. Да пошла ты. Что ты нянянься? Стой! Тупая дура. Отпусти меня. Тупая дура. А ну-ка прекратите, отпустите ее. Кому говорю, отпустите ее. Ты что такое, а? Ты меня щеку расцарабла, тварь. Еще раз подойдете. Кому сказать, что ты не расцарабляешься, тварь. Пойдем отсюда. За что они тебя? Да из-за парня одного. Неделю встречались. Черт, мать меня убьет. Ну, можно зашить. Зашить? Это из прошлой коллекции Алисы Фокс. Правда? Очень симпатичный пиджак. Был. А что здесь такого смешного? Да нет, я не смеюсь. Это мой самый любимый пиджак. Он был самый крутой в прошлой коллекции. Я не пропускаю ни одного показа. Тоже решила стать модельером. Я даже отправила ей пару своих эскизов. Правда, она еще не ответила. Ну, ладно. Спасибо, я пойду. А то к петарде опаздывать плохо. К петарде? Ну, да. Это наш учитель по английскому языку. Она просто очень спутчива, поэтому нет такая кличка. Подожди, а ты не знаешь, как я могу найти девятый А? А, ну, я из девятого А. А мы кого? Мне нужна Марина Калиниченко. Ты ее знаешь? Ну, да, знаю. Самая крутая девчонка в нашем классе. А что? Правда? Ну, да. Это я. Ты? Ну, я что, не похожа? Да нет. Просто как-то неожиданно. А что тут такого неожиданного? Вам, собственно, что нужно? Дело в том, что я помощница Алисы Фокс. Она увидела твои эскизы, они ей очень понравились. Серьезно? И что, Алиса меня ждет? Нет, она прислала меня с тобой пообщаться. А, ну, так пойдемте ко мне домой. Я вам покажу три коллекции, которые я сделала в эскизах. Некоторые я даже сшила. Подожди, а как же английский? Английский? Блин. Фигня, отмажусь. Ну, что, пойдемте? Давайте, ну. Нет, ты знаешь, домой к тебе, наверное, неудобно. А что здесь такого неудобного? Ну, а что родители скажут? А их нет. Пойдемте, ну. В смысле нет? Ну, мама с утра по магазинам, а отец вообще в командировке. Да, даже если бы и были, мне все равно. Пойдемте, давайте. Ну, хорошо. Сейчас только водителя предупрежу. А Алиса Фокс, настоящее имя и фамилия? Имя, да, а фамилия у нее Фокина. Подожди меня здесь, я сейчас. Слушай, я иду к ней домой, так получилось. Отлично, я иду с тобой. Нет, я сама. Я сказала, что ты мой водитель. Я ненадолго. Потом тебе все расскажу. Ну, хорошо. Вот, одевайте. Спасибо. Я на минуточку. Кеша, ты что, уже соскучился? Мальчик хороший. Кешенька проголодался. Кушай, Кешенька, кушай. Давай, давай, Кешенька. Кеша, познакомься, это Настя. Марин. Да? Это твоя семья? Дворянское гнездо. Это мать придумала. Оказывается, у нас в роду были князья. Ну что, пойдемте в мою комнату? Пойдем. А то здесь как в музее. Мать постаралась. Угу. Проходите. У меня здесь небольшой беспорядок. Мать меня всегда за него ругает. Говорит, Марина, как ты можешь жить в таком бедламе? Это же руины публичного дома. Аня, девичья спальня. Раздевайтесь. Слушай, а почему ты все время говоришь мать? Ты что, не любишь свою маму? Понимаете, я у них поздний ребенок. И поэтому родители уже старые. Между нами большая пропасть. К тому же они так долго меня ждали, что успели придумать себе идеальную доченьку. Маленькую принцессу, которая должна быть милой, скромной, нежной. А я, к сожалению, не такая. Такие дела. Вот. Часть здесь, а часть на стене. Присаживайтесь. Спасибо. Я, пожалуй, пока кофе пойду сварю. Перуанский, между прочим, признан лучшим кофем в мире. Нам его дядя Боря привозит. Он у нас дипломат. Окей? Окей. Спасибо. Да, Дмитрий Сергеевич, здравствуйте. Антон, ты куда пропал? Где твой обещанный материал про самоубийц? Сроки все давно прошли. Дмитрий Сергеевич, я не пропал. У меня здесь Темка наклевывается поинтереснее. И мне надо пару дней на разработку. Какая еще Темка? Ты опять мне голову морочишь. Ты помнишь, что последнее предупреждение у тебя уже было? Дмитрий Сергеевич, через два дня материал будет у вас на столе. Конечно же, вместе с фотографиями. А сейчас я не могу говорить. Извините, пожалуйста, я занял. Привет. А ты что, отменила шоппинг? А я смотрю, ты отменила лицей. У меня уважительная причина. Алиси Фокс понравились на эскизы, и она прислала свою помощницу. Представляешь? Это повод погулять английский. Ты только в девятом классе. Тебе надо учиться. А ты прогуливаешься на ночь, где какой-то Алисы Фокс. Мам, не кричи, пожалуйста, там же все слышно. И прекрасно. Нам будет очень смешно говорить. Где она? Мам! У тебя? Пожалуйста, мам, не надо! Мама, познакомься, это Настя, помощница Алисы Фокс. Здравствуйте, я помощница Алисы Фокс. Ваша дочь отправила ей эскизы на рассмотрение. Они ей понравились, и она прислала мне. Я думаю, мы должны об этом поговорить. А ты будь добра, возвращайся, пожалуйста, в лицей. Но как? Никаких но. Никаких но. Я тебя просила не пропускать занятия. Тем более английский, без которого сегодня никуда. Вы ее, пожалуйста, не слушайте. Она просто хочет, чтобы я поступила в университет международных отношений, а я не хочу. Я стану знаменитым модельером, да? Ты станешь тем, кем захочешь. А теперь будь добра, возвращайся, пожалуйста, в лицей. Ты еще успеешь ко второму часу. Ну... Давай, Марилочка, давай. У вас же есть мой номер телефона? Конечно. Я вам присылала вместе с эскизами. Так что вам нужно? Я вам сейчас все объясню. Я вас даже сразу... Я вам ничего не делаю. Я не собираю. Я не собираю. Я не собираю. Я не собираю. У нее посмотреть. Посмотреть и все. А зачем? Зачем вам на нее смотреть? Вы подписали договоры, по которым вы не имеете права вторгаться в нашу личную жизнь. Даже приближаться к нам. Я, конечно, вам очень благодарна за Мариночку, но вы меня извините. Вы получили свои деньги и... Кстати говоря, они малые. Я вам клянусь. Я не собиралась ей ничего рассказывать. Я даже знакомиться с ней не хотела. О чем она говорит и кто она такая? Никто. Ты все неправильно поняла. А что я должна была понять? Так, стоп. Ты меня удочерила, да? Я ваша дочь? Да нет, нет. Ну, конечно, нет. Ты наш с папой родной ребенок. Марин, я тебе сейчас все объясню. Вы купили меня у этой женщины? Да? Но мы ведь с ней совсем не похожи. Марина, ты не моя дочь. Я тебя родила, но биологические родители твои это Елена и Алексей. Просто родила, что ты несешь? Марин, я тебе сейчас все объясню. Ты слышала про суррогатную материнство? Я сама ей все объясню. Марина, послушай меня. Так, хватит. Хватит. Я сказала, что сама все объясню. Уходите. Убирайтесь вон! Или я сейчас вызову полицию. Вы что, хотите, чтобы я вас посадила? Настя, сядь в машину. Настя, не дури, сядь в машину, я тебя домой отвезу. Что делать-то? Отвали от меня! Отпусти! Отвали от меня! Ненавижу тебя! Отвали! Убирайтесь! Убирайтесь! Откуда ты взялся на мою голову? Откуда? Ну что ты тогда с моста не найду? Ненавижу тебя! Жива! Голова не кружится? Нет. Нет. Подожди, подожди, не вставай. Тебе нельзя вставать. Лежи, лежи, лежи. Нельзя шевелиться. Что, живая вроде? Да смотреть надо, куда едешь. Да она сама выскочила. Все, уйди. Подожди, подожди, тебе нельзя вставать. Подожди, я сейчас вызову скорую. Что ты меня чискаешь-то? Я нормально себя чувствую. Со мной все в порядке. Извини, я тебе, кажется, ударила? Это ты меня извини. Если захочешь засветить меня еще разок, можешь засветить, я не против. Знаешь, я всегда мечтала о родителях. Мне почти каждую ночь снилось, что они приезжают в детдом. Красиво, обязательно в Белый. Не знаю, почему именно в Белый. Приезжают и забирают меня домой. Я видела, как такое было наяву и много раз с другими детьми. Приезжали и выбирали себе ребенка. А на меня даже никто не смотрел. Наверное, потому что я рыжая. Не хотели, чтобы потом их спрашивали, откуда у вас рыжая девочка, да еще такая некрасивая. Ты красивая. Ну да. Первый раз мне просто нужны были деньги. Алиса хотела открыть свое дело. Я решила ей помочь. Да и самой надо было на что-то жить, как-то бы устраиваться. Мне было 18 лет. Помочь мне было некому. И тут я познакомилась с Олегом Романовичем. Он предложил. А я подумала, почему не попробовать. Деньги большие. Я, между прочим, на них эту квартиру купила. А потом моя жизнь вдруг резко поменялась. Я вдруг стала всем нужна. Понимаешь? Все завертелось вокруг меня. Елена Николаевна, Олег Романович, медперсонал. Спрашивали, какое у меня настроение. Что я хочу. Как я себя чувствую. Когда я родила ребенка, я поняла, какой необыкновенный подарок я сделала этим людям. Понимаешь? Понимаю. А потом все кончилось. Я вдруг опять осталась одна. Это такая пустота. Это очень страшно. Я захотела еще раз попробовать. А потом еще. Смешно, да? Нет. Когда я рожала последнего ребенка, то поняла, что все это было только иллюзией. Что на самом деле это дети центр мира. А я без них никто. Оболочка. Инкубатор, как сказала Алиса. А еще я поняла, что очень хочу своего ребенка. Что в итоге я бездетная, бесплодная, абсолютно бесполезная. Зачем жить? Может, не все так плохо? Просто убога на тебя свои планы. Какие? Не знаю. Но этим людям ты принесла счастье. Ты думаешь? Сегодня я видела не очень счастливой мать и такую же дочь. Они не любят друг друга и не понимают. Ты в этом не виновата. 15 лет, переходный возраст. Она повзрослеет, и у них все нормализуется. Я тебе обещаю. Прости меня, я тебе наговорила сегодня. Да ладно, оба мы хороши. Подруга? Бывшая. Знаешь, что надо тебе сегодня хорошенько выспаться, потому что завтра мы идем смотреть Кирилла. Кирилл Сабельников. 12 лет. Любит точные науки, особенно математику, играет в хоккей. Я не поеду. Это бессмысленно. Разве тебе не интересно, как складывается его судьба? Разве тебе не интересно, любят его родители или нет? Слушай, я опять все испорчу. Ты не испортишь. Потому что рядом с тобой буду я. Кто ты? Я твой ангел-хранитель. Я твой ангел-хранитель. Я твой ангел-хранитель. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Девяносто-пятый номер. Угу. Красивый котел. И конечки у него крутые. Сразу видно, родители на нем не экономят. У меня в детстве таких не было. А у тебя? У меня вообще кое-что футболы. Прости. Да не волнуйся, все будет нормально. Ты можешь вообще ничего не говорить, я с ним пообщаюсь, а ты просто сто рядом и все. Если бы ты вчера не пошла одна, всего этого не было бы. И сегодня я тебя не оставлю. Одну ни на минуту. Смелый парень, да? Да. Он мне нравится. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это какое-то недоразумение. Ну, конечно, был договор. Конечно, Елена Николаевна, ну, естественно, была полная кондициальность. Она... Елена Николаевна, не волнуйтесь, я во всем разберусь. Все будет в порядке. У вас прием должен был начаться 15 минут назад. Рубка, я не очень рассчитал. Сейчас вас приму. Елена Николаевна, не волнуйтесь. Все будет нормально, я все решу. До свидания. Олег Романович. Подождите, вы же... Алиса Фокс. Подруга Настя Светловой. И что, с Настей что-то случилось? А что с ней должно было случиться? Нет, ну, раз вы здесь, я подумал, может, что... Я здесь, потому что я не могу найти Настю. Надеюсь, вы мне объясните, что происходит? Мне уже звонила мама Марины. Марина – это старшая дочь Настя. Сказать, что она расстроена, это не сказать ничего. И ее можно понять. А вот Настю я понять не могу. Слушайте, я пытался с ней поговорить. Я ей звонил на мобильный, на домашний, оставил сообщение, смс-ки посылал. Она не реагирует. Несколько раз приехал к ней домой, хотел застать, не застал. Я вас услышала, а буду ее искать. Мы должны ее остановить. Уберечь от необдуманных поступков. Настя девушка эмоциональная, импульсивная. Мы с вами люди все-таки деловые, разумные. Вы меня понимаете? Я не понимаю только одного. Насте зачем все это нужно? Почему ее так переклинило? Вон он, видишь, в коричневой куртке с синей сумкой. Ну что, готовы? Пойдем. Черт. А вот и папаша нарисовался. Не вовремя. Это не его отец. Я прекрасно знаю, как выглядит его отец. Это не он. А ну отпусти его. Отпусти, кому говорю. В чем дело? Вы кто такая? А ты кто такой? Я отец. В чем дело? Ты мне не отец. Отпусти ребенка. Ты кто такой? Откуда ты взял? Мужчина, отпусти тебя. Отпусти его. Садись в машину, я сказал. Давай садись в машину. Никуда я с тобой не поеду. Когда мама придет, тогда я сяду. Слушай, ты не ори. Давай садись в машину. Мама сейчас придет. Полиция, у нас тут драка. Вот когда придет, тогда я сяду. Что делать здесь? Ну отпустите его сейчас же. Твой полоумный ребенок опять не слушает за меня. А ты мне не отец. А вы что здесь делаете? Мне просто показалось, что посторонний мужчина хочет увезти вашего ребенка. Так, это мой муж и его отец. Он мне не отец, а папу ты выгнала. Выгнала? Оба в машину и урод закрыли. Вы с ума сошли совсем. Зачем вы сюда приехали? Что вы сказали моему сыну? Ничего. А зачем вы его искали? Я просто хотела на него посмотреть. Зачем? Увидеть, что он счастлив. Вы имеете право вмешиваться в нашу жизнь. Кирилл ничего не знает. И не узнает. Я просто хотела убедиться, что у него все хорошо. Что вы счастливы. Лейтенант Курошов. Зачем? Это я вас вызвала. Вот эта девушка собиралась выкрасть ребенка. Она хотела силой забрать его у отца. Устроила драку. Да что за чё? Что ты у него родишь? А вот этот ей помогал. Так, подождите. Зайди, пожалуйста, в машину и подержи Кириллу. Господин Лейтенант, я вас очень прошу. Можно вас на минуточку? Документы предъявите. У меня с собой нет. Вы на самом деле хотели забрать ребенка? Да нет, что за чушь? Я видела, что посторонний человек хотел забрать Кирилла. Вы с ним знакомы? Спасибо большое. Вы должны проехать с нами. Зачем? Я никуда не поеду. Садитесь в машину. За что вы меня арестовываете? Я ничего не сделала. Вы кто, сообщик, что ли? Я ничего не сделала. Нападение на представителей органов власти. Подходит основание? Ладно, хорошо. Хорошо, я поеду с ним. Саждук, тебя что, обезьянник на 15 суток закрыть? Ты это хочешь? Я тебя быстро устрою. Не хочешь? Ну и молодец. А кто они? Ну, эти люди. Никто. Просто какие-то ненормальные. Мало лишь, за временем на свете. Забудь. А почему они меня хотели забрать? Мне тоже, кстати, интересно. Что за сумасшедшая на меня напала? А тебе я потом объясню. А мне? А мне? А мне? А мне? Субтитры сделал DimaTorzok. Здравствуйте. К вам девушку привезли по ошибке. Ну, в том смысле, что она не виновата. Ну, если по ошибке, значит отпустят. У нас здесь просто так никого не держат. Вы меня неправильно поняли? Я свидетель. Тогда берите листок и пишите заявление. Все, что видели. И телефончик не забудьте указать. Скажите, а могу я с ней поговорить? А вы ей кто? Да какая разница? Просто знакомый. Вот что, просто знакомый. Идите и ждите на улице. Если не виновата, ее выпустят. Все. Знакомый. Честно говоря, я вообще не понимаю, зачем тебе понадобилось смотреть на этих детей. Ты подписала юридический документ. Ты не имеешь права даже подходить к этим детям. Ты знаешь, кто отец этой Сабельниковой? Он тебя либо в тюрьме сгноит, либо в психушку упрячет. За что? Статья 155-я. Разглашение тайного усыновления. Но я же ничего не сделала. Я Кириллу даже ничего не сказала. А Сабельникова Юлия Викторовна утверждает, что гражданка Светлова Анастасия пыталась похитить ее сына Кирилла с целью получения выкупа. Бред какой ты. Я не собиралась его похищать. Доказать это очень сложно. Если учесть, кто ее папаша, практически невозможно. Юля, уделите мне пять минут. Мне надо поговорить с вами. Я не спорю с вами ни о чем разговаривать. Дайте мне пройти. Я прошу вас выслушать меня. Иначе... Иначе что? Я вас предупреждаю. Если вы собрались меня шантажировать, вам это очень дорого обойдется. Вы даже не представляете, с кем вы связались. Пожалуйста, успокойтесь. Я не собираюсь вас шантажировать. Что вы хотите? Настя здесь ни при чем. Это я во всем виноват. Это я убедил ее разыскать детей. Зачем? Она пыталась покончить с собой. И это был единственный способ ее остановить. Сломать жизнь другим людям. Но никто же не знал, что все так обернется. Мы не собирались вмешиваться в вашу жизнь. Именно поэтому устроили вот это все. Настя никогда больше не сможет родить. Даже для себя. Пожалуйста, ну заберите заявление. Я обещаю, что ни вы, ни ваш сын вы больше не увидите, Настю. Знаешь, Лат, нам нужно проверить обязательно этот договор с поставщиками. Потому что завтра кровь из носу, нам надо провести оплату. Помнишь? Алис, прости, но мы сегодня оплатили. Ты же сама все проверяла. Да? Ну, бывает. Ладно, завтра поговорим. Что? Знаешь, Влад, мне нужен частный детектив. Хороший. Ну что ты екаешь? Что? Ну что за манера такая? Ты знаешь, я не особо в этом понимаю. А ты за кем хочешь следить? Сначала этого кого-то нужно найти. Ну хорошо. Я попробую знать. Давай. Стой. Не надо ничего. Все, забудь. В смысле? Ну в смысле отбой по детективу. Все, иди домой. До завтра. Глупая идея, конечно. Только хуже сделаю. Глупая идея. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ 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 Привет. Давай позавтракаем. Я голодный, как волк. Я хочу домой. Значит, домой. Мне сказали, она забрала заявление. Пожалела. У тебя какая разница? Может быть, в психушке мне на самом деле было бы лучше. В какой психушке? Это ты о чем? Так не о чем. Настя. Опусти стекло. Настя! 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 Настя, тебя зовут. Антон, поехали. Куда я поеду? Машины, красный свет. Настя! 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 Опусти стекло! Антон, поехали быстрее! Настя! Настя, опусти стекло! Антон, я прошу тебя, поехали! Настя! Настя! Стоп! Ну сейчас минуту, нельзя подождать! Настя! За ним? Нет. Я на встречу опаздываю, забыл? Просто уточню. Какая-то знакомая физиономия у этого мужика. Ты его не знаешь? Да, физиономия знакомая, может из налоговой? Нет, точно не из налоговой. Этих захочешь, не забудешь. Шель я номера машины не запомнила. Обижаете, Алиса Сергеевна, а я на что? Запомнил? Записал? Это была Алиса Фокс? Она твоя подруга? Бывшая. Крутая тетка. Это ты ей помогала? Слушай, а может причина во мне? Может это как вирус, который поражает всех, кто ко мне прикасается? Все мои дети несчастливы. Это же не может быть случайностью. Во всех семьях есть сложности. Останови машину, я пойду пешком. Я отвезу тебя домой, я отведу тебя в квартиру. И я останусь с тобой. Зачем? Не бойся, я с собой ничего не сделаю. Зачем? 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 Здравствуйте, Настя. Здравствуйте, Зоя. Вы ко мне? Да. Мне просто позвонил Олег Романович и сказал, что вы можете у нас появиться. Поэтому я... Мы не могли бы с вами поговорить. Да, конечно. Вот здесь Лерочке полгода совсем маленькая еще. Смешная, правда? Здесь уже год. Уже прям барышня. Бабушка ей чепчик связала. Бабушка вообще мне в душе не чает. Он... Это не в огороде. Цветы собирает. А вот с папой... Папа ее в космонавты готовит. Он подбрасывает, как высоко. Как пристанет к папе? Давай подбрасывай меня. Вообще невозможно остановить. А это я ей костюм. Костюм феи в садик шла. А вот морскую свинку она попросила. Купить тут ее уже четыре года. Целые полгода выпрашивала. Ну, как ребенку откажешь? А вот она спортивной гимнастикой занимает. Кстати, очень серьезно. Прям... Почти профессионально. На детском конкурсе первое место заняла. В общем... Настя, я вам очень благодарна за Лерочку. Я... Я даже не представляю, как бы мы с Костей жили без нее. А вы пришли, чтобы сказать мне? Я хотела сказать, что... Что Лера ничего не знает о своем рождении. И это нормально. Ей всего семь лет. И если бы сейчас мы ей об этом рассказали, то просто она бы запуталась и ничего не поняла. Еще, не дай бог, травму какую-нибудь психологическую получила. Поэтому я вас очень прошу. Очень прошу вас, Настя, не ищите с ней встречу. Ладно? Никто не знает, к чему это может привести, да и зачем это. Мы с Костей решили, когда она подрастет, мы обязательно ей расскажем обо всем. Это же вот... В этом же нет ничего плохого. Это же даже не усыновление, ничего стыдного. Ведь мы же ей родные, в конце концов. Я все поняла. Обещаю вам, я не буду с ней встречаться. Спасибо. Спасибо вам огромное. И вам тоже спасибо. Вы... Вы муж найти? Давайте я провожу вас. Да, конечно. Мы... Мы увидимся еще обязательно. Потом. Когда-нибудь. Давайте. 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 Господи, Настенька, Настя, ну все это не стоит того, правда, все как-то образуется. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнал «Симон» Алло. Все, твое время вышло, Антон. Я больше ждать не намерен. Если твой материал сегодня слышишь меня… Репортажа не будет. Ты хорошо подумал? Даже слишком. Настя. Настя, открой дверь. Я знаю, что ты дома. Слышишь? У меня к тебе очень важный разговор. Где он? Кто? Мужик этот, который вез тебя. Ты для начала поздороваться не хочешь? И вообще с какой стати вы вырываетесь в мой дом? Сейчас, Настя, все узнаешь. Привет. Виталик, посмотри там в комнате. Он ему ясно сказала, что не хочу тебя больше здесь видеть. Сейчас он диктофон отдаст, и я уйду. Какой диктофон? Шагай. О, здрасте. Ну как? Контора пишет? В каком смысле? В том самом смысле. Виталик, обыщи его. Прекратите! Что вы делаете? Что вы себе позволяете? Сейчас, Настя, подожди. Сейчас все поймешь. Его сумка, да? Прекрасно. Смотрим. Здесь диктофон, нет? Ненавижу рыться в чужих вещах. Ну? Вот, замечательно. Сейчас послушаем. Да? Давай. Когда я рожала последнего ребенка, то поняла, что это все было иллюзия. Что это дети – центр мира. А без них я никто. Они просто пусочка. Журналист? Нет, он не просто журналист. Он очень известный, скандальный журналист. Антон Ордынцев. Собственная персона. Не слышала о таком, нет? И как ты собрался назвать свой новый репортаж? Откровение суррогатной матери? Или нет? Наверное, проще. Просто суррогат. Жестко и емко, да? Ты для этого мне помогал? А как же самоубийство? Жена, которая погибла в аварии. Жена? Да нет никакой жены. Был романчик с гламурной журналисткой, но она от него свалила к богатому иностранцу. По-моему, в Эмираты, да? Я ничего не вру. Я действительно познакомился с тобой ради репортажа, но потом я… Ой, только не надо сейчас сказок про светлое чувство, которое вспыхнуло в кромешной тьме одиночества. А это ты, наверное, еще собирался проиллюстрировать свою статейку, да? И подписать. Вот так бездетная суррогатная мамаша коротает одинокие зимние вечера. Настя… Антон… Пожалуйста, я все объясню… Не надо ничего говорить. Не надо. Уходи. Уходи. Антон. А давай. Звук ламки, а давай… Какой ты? Ты не переживай, Настя, слышишь? Он статью еще не сдал. Не сдаст, уже. Я об этом позабочусь. Слышишь меня? Ну, посмотри на меня. Все будет хорошо. Слышишь? Я тебе обещаю, этот подонок больше к тебе не сунется. А если что, он не только сюда, домой дорогу заводит. Поняла? Ну, сейчас мы с тобой посидим, чайку попьем. Я с мятой заварила. Как раньше. У меня целых полчаса еще есть. Я не хочу. Ты чего не хочешь? Болтать или чаю? Ничего не хочу. Мне нужно побыть одной. Понятно. Ну, в общем, я и не ожидала бурной благодарности. Ну, хотя бы спасибо сказать могла бы. Спасибо. Не за что. Ладно, я пошла. Ты мне только обещай, что не натвори что-то никаких глупостей без меня. Обещаю. Да, и если тебе нужна будет помощь в твоих поисках, ты мне звони. Я знаю, чем ты сейчас занимаешься. Мне твой Олег Романович рассказал. И про то, что у тебя больше не может быть. Ну, в общем, ты знаешь, нормальный дядька оказался этот твой доктор. Беспокоится за тебя. Да. Пошла я. Алиса, подожди. Посмотри. Посмотри, эскиз. По-моему, очень талантливая девочка. Ладно, я посмотрю. Ну, debugging, с хорошим. Понимаешьです. ПОЕТ НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА НИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Настя, ты почему не в комнате? Тебя девочки обижают. Ждешь? Ты не расстраивайся, Настю. Может, оно и к лучшему? Что к лучшему? Все. Мы же с тобой не знаем, как оно могло бы быть. Это окна светятся. Окна. Когда вырастешь большая, будешь жить вон там. Сама? Почему сама? У тебя будет муж и много детишек. Правда? Правда. И ты их будешь очень сильно любить. А они меня? И они тебя. Как же можно маму не любить? И муж у тебя будет красавец. И все у тебя будет хорошо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Санечка, да что ж ты такое делаешь, а? Ну зачем ты это сделаешь? Извинись перед тетей, ну-ка. Извини, пожалуйста. Он извинился. Ничего страшного, а вы не знаете, Судаковы здесь живут? Судаковы? Да. Это которая Света с Володей ждала? Да они уже года четыре, наверное, как съехали. Как только Светочка Митю родила, они и переехали. А все потому, что по двору разговор пошел, будто это не Светочкин ребенок, что она живот себе подкладывала. Понимаете? Я-то Свету с детства знаю, но ведь людям рот не заткнешь. Вот они с Володей взяли и переехали. Куда вы не знаете? Нет, им никто не знает. Санечка, ну зачем ты в снег-то сел, а? Вставай, 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 вставай. А вы кто Судаковым будете? Никто, знакомый. Просто хотела увидеть. Ой, Жаня, ничем не могу вам помочь. Спасибо. Пойдем, пойдем. Саня, ну что ж ты делаешь, да? Слава, ну что ж ты замерзла. Всего вам доброго. До свидания. Пойдем, пойдем. Тетенька, вот вам просили передать. А кто, кто просил? Черт. Там такая томатный реактор, и она прижимается к земле. Кого? Вы кого-то ищете? Да. Вот тебе еще. Здрасьте, Галина Ильинична. Настя. Когда Мите было два года, и его родители погибли в аварии. А родственник, тетка с мужем. Они мальчика брать не стали, отказались. И с тех пор Митя у нас. А почему ты спрашиваешь, Настя? Потому что я его родила. Как родила? Я вам сейчас все объясню. Галина Ильинична. Тише, тише. Не беги, не беги. Одному, тихонечку. Вот здесь Митя и живет. Вон его кроватка. Забавно, правда? Он сам их мастерит. Митя очень хороший мальчик. Родителей, конечно, не помнит, но он все время их ждет. Как ты когда-то. Мама, мамочка. Ты только завтра, Настюша, обязательно не привези. Пока документы не оформлены, мы не имеем права отпускать детей надолго. Конечно, не волнуйтесь, Калинин, конечно. Обязательно. Сейчас мы поедем сразу в детский мир и купим все, что ты захочешь. Хорошо? Любые игрушки. Давай, прикрывайся. Ты любишь играть в снежки? Да. А снежную бабу будем любить? Да. Какой ты у меня рыженький. Рыжик мой маленький. Рыжик мой маленький. Это что такое? Что вы там увидели? Ну-ка, верните обратно в столовую. Бегу, на беду. Давай, 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 давай. Мам, это наш папа? Мам, это наш папа? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова